Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Ну это же... Вы по любви женились? Ну да. Дети были желанные? Да, конечно. И прямо радовались, из роддома их встречали? Я больше, как это желание, больше было. Ну, как у моей жены больше, как хотелось, там, моделью стать, вот что-то вот ее, то есть, как беременность, ну как-то и в ее план не входило. А зачем замуж так дошла? Вы не договаривались, что ли, что после свадьбы она рожать будет? Видимо, как-то не обдумывали. А сколько ей лет было? При замужестве 19 лет было. 19 лет, ну уже старая для модели, они в 14-15 сегодня идут. Хороший, добрый. Хороший. Нравится нам жених. А из какой семьи она была? Из благополучной? Мама, папа? Да, да, да. Ну то есть там влияние ее родителей тоже было, да? Ну, так сказать, они не очень-то любили меня, то что как... А вы уже пришли с войны, да? Ну, в Чечне, да, уже с армии пришел, то есть уже прошло лет 8 после этого, у меня была своя мебельная компания, вот. То есть вы были вполне себе таким завидным женихом. Ну, послушайте, никто же не неволил ее. Двое детей просто так не рождается без любви, без чувств. И на каком году жизни вдруг она поняла, что как-то ей не хочется, в общем-то, с вами жить, и пойдет-ка она в органы опеки и откажется от детей. Вот мысль-то когда пришла? Ну, это где-то, когда Насте было, года три. Я понимаю, после родовой психоз, о, года три уже даже это не после родовой психоз, да. Да, младший. А младший сколько было? Младший два года было тогда. Это ж как надо было довести женщину, чтобы она отказалась от своего ребенка? Ну как, Тимофей, я вот, у меня двое детей, я даже не представляю. Тем более вас любила, замуж за вас выходила по любви. У нас все это складывалось в течение последнего года, вот до разы года. А вот что было еще, кроме этого? Вот внук вспоминайте. Изначально, ну, иногда было что-то, то есть, грубо говоря, то есть, скандалы начали появляться немножко. На пустом месте там, так сказать, суп пересолило, допустим, я что-нибудь заметил, ну, просто не замечание, как скажу, суп пересоленый. Вот теплее, теплее. Ага, вот, теплее уже, еще что? Потом случаи бывали, что в садик ребенка отведет, потом звонит, говорит, сам вечером заберешь и все как-то... А вы говорите, а у меня работа? А она говорит, а я что, не работаю, что ли? Да? Говорит, я, говорит, погуляю, хочу отдохнуть. А она, говорит, погуляю, хочу отдохнуть. С подружками? Ну, скорее всего, да. Мама, а ведь скажи, вот, молодец, он не бросил девчонок, никуда не отдал, себе оставил, на себя все, весь груз взял. Да, очень удивительный мужчина. Да, молодец. Убиралась хорошо по дому, чисто было? За девочками хорошо смотрела? Или только пока вот замечания не сделаешь, там, как причесать, какие платьицы девочкам купить, она... Ну, не в том плане, что прям замечания я вот так вот делаю, а больше, ну, вот, я говорю, что, то есть, такой вот, ну, бытовой, просто, что суп пересоленый, чтобы детям не наложила. Я скажу, Люба, там суп пересоленый. Она вот как-то, в общем-то, то есть, другой человек, допустим... То есть, я правильно поняла, что, в принципе, она готовила вам в одной кастрюле. То есть, и вам суп, и детям суп? Да, да. Как все, после провинции, да, дети, начиная, после того, как они заканчивают грудь и прикорм, они едят с общего стола. Да, Роза, ты просто об этом забыла. Женщина должна по дому за детьми смотреть, ходить, гулять, воспитывать их. Что произошло, вот, ключевым, вот, после чего сказала, я больше с собой, Тимофей, не буду, ни ты мне не нужен, ни твои дети. Достал. Ну, до этого несколько раз уходила домой, так сказать, отдохнуть от семьи, что, то есть, тем я пойду неделю мам поживу, что, так, ну, и в одной из ситуаций, она сказала, позвонила, сказала, говорит, я тебе изменила, что, и, говорит. Я такой, ну, все, говорю, то есть, разводимся, ну, это, детей можно забрать, я говорю, я буду их почищать постоянно. А она говорит, что, нет, дети будут у тебя, это я буду приходить, да? Ну, что-то в этом вроде. Потому что полюбила я чистого сердца на всю жизнь. И ушла к нему, да, к любовнику. Ну, что-то вроде такого. К нему ушла. Потому что, если она ушла к мужчине, который сказал, ты мне нужна, а твои дети нет, тогда понятно. Даже не представляю, как женщина может отказаться от своего ребенка. А сейчас она с кем живет? Сейчас живет с твоей мамой, ну, как с родителями и братьями, мамой. А родители не пришли, не сказали ее, Тимофей, прости ты нашу дурочку молодую, прости. Честно, хотелось бы, чтобы такие разговоры были. Не было. Ну, изначально родители... То есть они сказали... Родители, может, настояли на том, чтобы... Ее. Да, чтобы у нас как, ну... И чтобы детей не забрать даже ее родители. Да, возможно, что... И они не видятся с детьми? Дети там два дня переночевали, детям было не очень комфортно. После того, как я забрал детей с того дома, как, ну, не органы опеки помогли, вот, а забрал детей, ну, Настя мне сказала, что, говорит, папа, мы видели бабу-ягу. Вот, как-то такое-то отношение, видимо, было. Не нравится бабушка? Нравится. А хочешь к ним сейчас поехать в гости? Где мама? По мамке скучаешь? Да. Да? Мама тебе косички заплетала, или ты сама себе, или сестренка? Мы не умеем. Не умеешь? Фу, я бы тебя научила, например. А мама чему тебя научила? Вот, и бабуля, мамина мама. А мамина мама как зовут? Надежда. Баба Надя. Баба Надя. Баба Надя. Ну, моя мама научила шить. Шить? А меня научишь, представляешь, а меня мама моя не научила шить. Пробовала научить вязать, а у меня руки крюки, знаешь, ничего не умею руками. Нет, готовлю, правда, хорошо. Они тоже шьют. Мы шьем, и они шьют. Классно. Папа вам сейчас готовит покушать вкусно? Да. Да? А что папа готовит лучше всего? Яйцы саленые. Яйцы жареные? Да. Классно. Кстати, это моя любимая еда. Яйцы жареные. Еще есть с помидоркой, с колбаской. Яйцы жареные круто. А мама Люба что готовит? Самое вкусное. Жареную колбаску. Жареную колбаску. Ну, понятно. А вы хотите, чтобы новая мама что вам готовила? Или в ресторан, может быть, хотите с ней ходить? В ресторан. В ресторан. Правильно. Потому что что там дома-то? Пчиньки печь любим. Кушать, готовить, манты делать любим. Пельмени любим вместе лепить. Сурпризи. Особенно на Новый год сюрпризами. Ну, а давайте посмотрим, как вы с папой время проводите. Вот, выбираем платье для праздника Нового года. Так, поменяйте. Ну, вроде те, которые сейчас, вроде лучше, да? А ну-ка, погрузитесь. Вот комната моих принцесс. Здесь они играют, отдыхают, спят, занимаются уроками. Вот тут у них окошечко, цветы ихние. Тут гардероб девчачий принцесс в платье. Вот здесь они красоту свою наводят. Ты что делаешь? Смотрю английские мультики. Ты изучаешь английский язык? Да. А тут у нас маленькая принцесса. Привет, Анюта. Привет. Ты что делаешь? Вообще. Я игрушкам показываю буквы. Младцы, смотри, какие. И английский изучают, и уже 4 года. Смотри, буквы учат. Девчонки, а какой ваш папа? Расскажите о нём. Он красавчик. Красивый. А ещё? Хороший. Добрый? Да. И добрый. Играет с вами? Да. И смелый. Ну, красивый, нормальный такой. Подойдёт. Голубые глаза. Цвет рубашки. Да, сочетаются прям. Хорошо. Смотрите, вы сейчас можете написать письмо Деду Морозу с просьбами, с любыми. Но поскольку вы не умеете писать быстро так, как я, вы подойдите ко мне сейчас. Будете мне на ушко шептать, чтобы никто не знал. А я буду писать. Так, сначала, Настя, быстро говори, чтобы никто не слышал. Что ты хочешь? Говорящую куклу. Говорящую куклу. Ещё что? Всё. Как всё? А маму? Ну и маму. Маму новую или с вашей Любой вернулась? Честно. С нашей Любой. Чтобы она пришла на новую любовь? Да? Угу. Ясно. Ань, иди сюда ко мне. На ушко мне скажи честно. А ты что хочешь? Деда Мороз попросит. Я хочу тоже гравящую куклу. А тоже куклу. А новую маму хочешь? Да. А старую куда денешь? Маму Любой? А, дома. Что? Дома ей. Дома с тобой или отдельно живет? Отдельно посетит. Не хочешь, чтобы вместе жили с вами? Хочу. Хочешь? Да. Чтобы она, чтобы они с папой не ругались. Чтобы они с папой не ругались. А они ругались. Да. Ясно. Чтобы не ругались и не ссорились никогда. Угу. Это очень хорошее, кстати, между прочим, желание. Все, девчонки. Сейчас я письмо это заверну. И вот там, смотри, ящик красный. Видишь? Да. Вы его туда опускаете, письмо на эти девчонки, и можете поиграть там, по игрушке, порассматривать. Можете не приходить сюда, не садиться, ладно? Ладно. Играйте, играйте там, ладно? Мама приходит очень поздно с работы, и все равно никто не успевает делать уроки. Алена, я с тобой делаю уроки. Шампунем «Лошадиная сила» наши участницы точно обретут счастье в личной жизни. Потому что роскошные волосы – это главное оружие женщины в борьбе за сердце мужчины. Скажите, пожалуйста, а может вот чудо произойти новогоднее, и Люба сейчас смотрит программу, а я вас приглашаю, очень умоляю, придите к нам. Прямо сразу после Нового года, ладно? И она думается и скажет, Тимофей, прости за все, вместе давай жить. И девчонки меня любят. Есть такой вариант, что сойдетесь? Ну, с одной стороны, хотелось бы, но на те же грабли, как-то, думаю, смысла нету наступать. Могли бы их остановить? Конечно, могли бы. Да, потому что я очень сильно хочу сестренку. Вы не против, чтобы невеста была московская, то есть переехать с детьми? А вы думаете, что вы в Москве работу найдете? У нас, знаете, как программистов здесь сколько, как и психологов. Ну, программист как не привязан, в общем-то, то есть я могу с теми же новосибирскими работать. А, то есть работа, и причем у меня, вот, ну, как два работодателя, они московские именно, а живу, что в Новосибирске. Понятно. А ты знаешь вообще, где Марат в Новосибирске находится? Да, рядом с Петербургом. Думаю, я бы поехал, потому что хотелось бы подальше быть, как от жены, чтобы это все прошлое не тянуло. А что она вас, смотрите, а что она вас достает? Там приходит пьяная, просит детей, разбивает вам окна, я не знаю, выцыганивает у вас деньги. Есть такое? Сейчас нет, нету, но боязно, что может быть потом, когда девочки подрастут, когда им уже... То есть вы хотите ее лишить вообще, да, чтобы она не встречалась даже с девочками? Вот это, кажется, что она потом будет приходить вот это и как-то будет давить девочкам, что как-то это же моя родная. Это же нормально, это же правильно. Она же мама. Вот смотрите, даже дети из детских домов, брошенные от заблуды к мамаш, взрослее, живя в Австралии и в Новой Зеландии, находят своих мам, прижимают к тебе, целуют и говорят, спасибо, что родила, а ваша не пьет, не бьет. Ну зачем же ее и этого-то лишать, ну хотя бы встречаться, видеться? Да, я вот это согласен полностью, но вот этот момент, что хотя бы лет до 18, ну такой тревожный момент от 10 до 18, что, то есть когда ребенку, ну когда слишком травмированный будет подростковый такой возраст. Чем? Они будут травмированы, если не будут с мамой встречаться? Ну если будет новая мама, тогда, что, я думаю, в этом возрасте и не обязательно знать об этом. Тимофей, я больше не задаю вопросов, я поняла вашу проблему, проблема в вас, не в вашей жене. Объясню, в чем вот это, грубо говоря, так же. Либо вы открываетесь, либо я, потому что пока проблема в вас, в вашем характере. Смотрите, вы боретесь со своей, она вам изменила, не изменила, она вас не слушалась, она хотела стать моделью, а вы хотели ее привязать к дому. Девочки ни при чем. Да вы должны все сделать, чтобы у них была родная мама, иначе они ущербными вырастут. Они вырастут, не смогут ни замуж выйти, ни завести детей, потому что этот ущерб, нанесенный вами, оружие мама. Да, я соглашусь с ней. То, что с мамой разлучать нельзя ни в коем случае. Девочкам нужна все-таки их родная мама. Девки вам отомстят, поверьте, они еще вдвоем, одна за другой. Я вот так же думаю, что как-то вот, может, своя обида вот еще, что коробит, потому что, допустим, дети заболели, мы живем одни, что, допустим, в ту же аптеку, допустим, звонишь, Любе там, Люб, можешь посидеть с детьми, а, ну, я в аптеку схожу там или к врачу, допустим, что-то, в ответ слышишь фразу там, Тимофей, ты сам за это взялся, ты воспитывай детей. Она вам мстит? Воспитывай сам. Она вам мстит? Она, вы правда взяли за это? Вот, ничего с меня не проси, ничто. А она вам мстит за это? Потому что это вы поставили вот такие? Она вас решила проучить по-детски, по-дурацки. Да, конечно, как она каина нашла, вот вы и это, долбитесь друг против друга. Понимаете? Вот и все. А она вам мстит, она тоже встала в позу. Вам нужно разобраться друг с другом. Да, наверное. Друг с другом. Пока не получается. Кто идет в отец? Я тебя так люблю. Я тоже. А с каждым годом все больше и больше. Да, ну, папа, что ты видишь, что-то не сделал. Мама не переживай. Я могу сказать удивительную вещь. Ваши девочки, правда, копия вы. Гороскопически даже копия вы. Поэтому мы имеем сейчас вопиющие ситуации. Вам нужно другой энергии вбросить. Иначе вырастут два маленьких Тимофея, такие жесткие, такие же требовательные. Потому что там у всех у вас соединение Луны с Плутоном или с Марсом и в таких особых конфигурациях. Конечно. А жену посмотрела? А жену у меня не было информации. Когда у нее день рождения? 14 февраля. О, Водолей. Тоже Водолей. То есть тоже воздушная стихия. Да, это, конечно, сложная семейка. Такой явно вот этот земновоздушный перекос. Я веги же, ну, теперь понимаю сама Водолей. Правда? Да. Водолей свободолюбивый, оригинальный. А вам хочется так, чтобы все как у людей, все как у всех. Еще все можно исправить, я считаю. И ждем сегодня эмоциональную и вот такую огненно-страстную. С бабушкой бы получился прекрасный союз вообще. Да почему с бабушкой? Водолея она. Ну, Водолея не подходит. У него жена была Водолей. И я никого не жалею. Тимофей, вы понимаете, что у вас нет права на ошибку? Вы не можете все время приводить разных теть домой и знакомить их со своими девочками. Поэтому сегодня мы будем более чем внимательны, более чем пристрастны. И помогать нам будут дети. И у вас сваты ваши девчонки, и у невест тоже будут сватами их дети. Поэтому я сейчас приглашаю девчонок или мальчишек. Мы с ними беседуем, и только после этого приходят их мамы. Согласны? Хорошо. Давай, милая, я тебя... Ой, Кристиночка, знаешь, что ты Кристиночка. Пойдем, моя хорошая, но быстренько, быстренько. Так, вот сюда, давай. Я покажу. О, Господи, тяжелая какая. Сколько же тебе лет, что тетя Роза еле тебя подняла? Тяжелая? Пять лет. Какая ты красивая. А кто тебе глазки накрасил? Мама. Мама разрешила. Мама тебе разрешает своей косметикой пользоваться? Всегда-всегда, каждый день или только на праздники? Ну, и на праздники, и еще где-то. Ну, можешь, в общем, иногда, да? А спрашиваешь, или можешь даже без спроса? Можно без спроса, можно с спросом. Мне не надо краситься, потому что у меня всякие... Потому что ты еще девочка, и ты и так красивая. И можно испортить тебе лицо, и остаться такой навсегда. Скажи мне, пожалуйста, а какая у тебя мама? Какой у мамы характер? Хорошая. Добрая? Да. И соплачку, она это... У меня прям это... А что тебе мама не разрешает? Мне не разрешает... В окно... В окно смотреть, когда мамы нету. Я окно открывать не жду. Правильно. Твоя мама умница. А на каком этаже живете? На 10-м. И мама тебя оставляет одну, когда уходит? Нет, она просто с собакой моей гуляет. А потом я... А потом мама приходит и уже садится на кухню. Скажи, пожалуйста, а когда мама на работе, с кем ты? Кто тобой занимается? Я с бабушкой. А папа где? Папа у меня на работе сидит. Папа на работе? А ты с ним встречаешься? Да. Папа добрый? Да. А что он тебе последний раз подарил? Ну, он мне иногда на днем рождения дарит цветы. И один раз он мне... Мама подарила мне дети, а мама мне передала его. Скажи мне, пожалуйста, а ты хочешь, чтобы у тебя был еще один папа? Не хочешь? Правильно, один же папа есть. А если мама выйдет замуж? Ну, когда, если все хорошо будет, то я еще одному папу выберу. Хорошо. А какого ты хочешь еще одного папу? Чтобы он был какой? Вот тебе, например, нравится дядя Тимофей? Не-е. Не нравится? А почему? Потому что... Скажи, почему? Потому что-то, ну? Потому что... Честно. Маме не понравилось и мне не понравилось. Маме не понравилось? Ух ты! А смотри, девчонки какие. А может, ты маму просто правильно поняла? Так, подойди ко мне сюда, мы сейчас будем письмо писать деду Морозу. Подожди. Я просто... Я в шоке на своего ребенка. Секреты мне говори. Что-то у дедушки... Я что говорила? Живого ребенка. Так. Живого ребенка. А что ты с ним делать-то будешь сейчас? Его же кормить надо. Очень страшно. Еще его надо мыть, гулять не нужно. А он без письма не будет. Ну ладно. Не будет. Ну что, Тимофей, теперь пришло время знакомиться с мамой. Кристиночки. Оксана, мы вас ждем. Оксана, 30 лет. Бывшая военнослужащая в декрете. Оксана долго терпела издевательство мужа-тирана. Пока он не запер ее с дочерью в квартире на несколько дней. Надеется, что встреча с Тимофеем изменит ее жизнь в лучшую сторону. Здравствуйте. Здравствуйте, Оксаночка. Вот вас дочка все прямо сдала. Собака у вас, которая прямо требует выголы? Нет, это у нас просто такая ситуация была, потому что пока спала, в 6 часов утра мне пришлось выездить с собакой. То есть это один раз? Это нерегулярно. Нет, нет, конечно. Ну она симпатичная, интересная, но думаю, ему она совсем не подходит. Слишком молодая. Мама подходит. Вы натерпелись с мужем? Ну, как сказать. Почему он запер вас в квартире? Что за история? Не хотела пускать. Куда? Вообще, чтобы я уходила. А вы ему, наверное, сказали, что надоело и уйдете? Ну да, устала. То, что устала от бездействия. От непонимания какого-то. От безденежья, наверное, еще, да? Ну, это тоже немаловажно, конечно. Потому что все-таки ребенок, его надо, по-моему, воспитывать, поднимать и дать образование. Ну, он вам хотя бы еду какую-то приносил, оставлял? Пытался. Но это же не выход вас закрыть с ребенком. Понятно, что когда откроет, вы все равно уйдете, только усугублять. Зачем он сам себе делал хуже? Как он сказал однажды, то, что я не могу построить, я лучше разрушу до конца. Они совсем разные. Они не подходят, они совершенно разные, у них разный характер даже. Он сейчас присутствует в вашей жизни и в жизни Кристины? Он общается с ребенком. То есть, ну, я даже не даю ему, чтобы он не общался. Потому что все-таки это папа, и она должна знать все-таки его и общаться с ним. Есть какие-то друг другу вопросы, которые вы хотите задать, а не для того, чтобы перед нами покрасоваться? Нет, я просто не могу понять, как мама могла бросить детей. Пытались ли как-то остановить, я не знаю. Попытки вернуть, даже самое недавно, это было, грубо говоря, 4 дня назад, при чем как сюда поехать. Расскажите. Также она обвенчалась неудачей. Жена сказала, конечно, едь. Ты что, это как его думаешь? Нет, расскажите, мы же не понимаем, конечно, едь. Это единственное, что мы услышали. Что была за ситуация, где вы встретились, она к вам пришла, случайно увиделись? Мы случайно встретились на улице, до этого мы год не виделись, то, что она как, ну, были причины, что там, там, что-нибудь созвонимся. Это она, я говорю, то есть с детьми будешь видеться? Ну, давай я сегодня там в детский садик приду. Мы придем, около детского садика ждем, 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 ждем. Я ей начинаю звонить, тишина в трубку, то есть никто трубку не берет. Потом, через несколько дней, может, я дозвонюсь до нее что-то. Она говорит, ой, да я там у меня телефон где-то был. Я говорю, ну, просто договорись около садика, мы все вот час ждали. Вот такие несколько ситуаций было. Ну, и вот тут случайно на улице встретились, вот я сказал, вот, блин, вот меня вот позвали на такую-то передачу. Так, да есть, говорит, что, почему нет? Магнитик приезди с Москвы. Вот так вот. Как-то, ну, человек как-то... Когда я говорю, что, как вот, о детях, допустим, ты вот понимаешь, ты лишаешь детей. Даже, знаете, здесь дело хорошо, она может быть с легким, не знаю, диагнозом аутизма, ну, не знаю, все что угодно. Как ее родители, которые не встречаются с девочкой, вот это, родные бабушки, вы живете в одном городе, в небольшом. Недалеко друг от друга. Недалеко друг от друга. У нее две родные кровиночки. И чтобы бабушка с дедушкой и вся родня, тетя, дядя не хотели видеть детей, я этого не понимаю. А что ты не понимаешь? А я вот очень хорошо понимаю, мои тоже не хотели, лишали. Я же рассказывала, когда Ксюша одну бабушку знает, а вторую нет. И она тоже думала, бабья Габб... Позвольте немножко, как это... Пошел столько быстро, потому что у нас уже... Смотрите, то, что, грубо говоря, почему то, что я не говорю, что она там, это, прям, что-то из-за чего-то не хочет с детьми общаться. Тимофей, знаете, из-за чего у нас как резиновая программа? Мы вокруг одного топчемся, потому что вы не говорите правды. А когда человек не говорит правды, мы начинаем фантазировать и додумывать. И невесты в том числе, понимаете? Пока вы сидите такой хороший, а мы все, женщины, говорим, что так не бывает. Она как... Ее точка зрения какая? Что, то есть, Тимофей, а женись заново, детям лучше быть с новой мамой, со мной нет. То, что я не считаю, что девочки вот будут ко мне бегать, то, что я не достойна их или что-то. Я поняла. А ее мать? А ее мать пьющая? Нет, не пьющая. Если человек ушел, ну, мне кажется, назад дороги нет. Если человек не хочет общаться с детьми, ну, действительно, нужно уже искать новую маму. Вы приготовили сюрприз? Да. Моя дочка покажет сюрприз. О, как здорово. Танцем ча-ча-ча. Кристиночка, мы ждем от тебя танец ча-ча-ча. Кристиночка, мы ждем от тебя танец ча-ча. Да, к публичному выступлению. Спасибо. Можешь остаться, Кристино. Мамочка, а вы проходите в комнату. Девчонки, идите на сцену, играйте. Ну что, Тимофей, вас ждет еще один представитель нашей невесты. Готовы к встрече? Да. И я готова. Марат, мы тебя ждем. АПЛОДИСМЕНТЫ Бабушка так шикарно шьет. А ты понимаешь, что ты сейчас должен о маме рассказать так подробно и так точно обрисовать ее портрет, чтобы мы подумали, что знакома с ней сто лет. Какая мама? Она очень красивая. У нее рыжие волосы, красивая форма лица, карие глаза. Она иногда бывает строгой. Ну, когда я много ошибок сделаю, двойку бывает получу. А нежно, когда я ударюсь, это у меня, если что-нибудь в школе произойдет, она меня пожалеет. Правда? Да. Так горжусь своим сыночком. Такой он молодец. Учишься хорошо? Да, хорошо. Без троек закончил. Три четверки, а остальные все... То есть тебя, в общем-то, не за что наказывать-то? Да, меня не за что. Ты хочешь, чтобы мама замуж вышла? Очень хочу. Почему? Да. Ну, мне папы не хватает как-то мужской энергии такой. О-о-о! Но ты же с папой встречаешься? Нет, мы уже давно разошлись. Мама давно разошлась. Папа сам уехал куда-то от меня и не вернулся. А ты помнишь последнюю встречу? Нет. Ну как, когда тебе бабуля пять тысяч рублей подарила? Ну да, вот мне вообще вот это больно было. Ну, как так, мне баба Абика подарила пять тысяч, мы поехали. Это его остановили гаишники, он взял у меня пять тысяч рублей и через неделю вернул тысячу. Я помню то, что когда он у него забрал эти деньги, он еще сказал никому не говорить. А вообще, папа, дарь тебе подарки, поздравляет тебя с Новым годом, с Днем рождения. Он уже год меня не поздравлял. А ты не знаешь, почему? Не знаю. Вот последний раз, когда он в школу пришел на что-то жаловаться, он ушел, пропал уже год меня. Я знаю, что ты хочешь научиться стрелять из снайперской винтовки. Зачем? Да. Ну, хочется вот научиться. А ты знаешь, что дядя Тимофей был на войне? Нет. Да, вот он был на войне, и он тебя научит стрелять, если что. Он умеет. А он тебе нравится? Да, красиво. Смотри, а у дяди Тимофея две девчонки. Ну, красивые тоже девчонки. Красиво. А я знаю, что у тебя есть девчонка красивая, в которую ты влюблен? Да, вот я с ней, ну, когда мы вот только встретились три часа назад. Три часа всего? Да. А я думала, ты ее уже давно знаешь. Он влюбился в девочку из третьей комнаты, да? Поэтому три часа назад он ее увидел. А ты хочешь ей что-то сказать? Ну да, у меня девочка одна изменила. Саша. Ой, какой кошмар. Слушай, такое ужасное страдание. А ты хочешь к ней обратиться? А зачем теперь? У нас другая теперь есть. Ничего себе. Нет, которая изменила, что она глупая девочка, как она себя повела-то. Ну, не знаю. Не хочешь ей ничего сказать? Нет, скажи, скажи. Мужская жизнь, как она страданий, вот видишь, с юных лет просто. Ира, ну будь ты повнимательней, выбирай хороших. А то выбрала, ну, маленького какого-то. Вот именно. А ты не хотел говорить ничего. Здрасте. Она бы так бы и жила, и с маленькими только всю жизнь простречалась. А ты ей, вот видишь, объяснил, что хорошо, что плохо. У нас теперь Алена. Ничего, у нас Алена теперь. Ну что, мой дорогой, иди, будем писать Дедушке Морозу письмо. Письмо. Давай, на ушко мне говори, что хочешь. Велосипед. Велосипед. Какой? 21 с красной. А мама, чтобы вышла замуж? А? Мама, чтобы замуж вышла. Хочу, чтобы с папой догулять ходили. А дядя Тимофея нравится? Очень. Очень. Марат, а ты же не татарин, нет? Нет. Им, ты у тебя прям наша. Да, ну, меня крестили. А, Талант, ты джентльмен истинный. Ну что, приглашаем маму Марата? Приглашаем. Юлечка, ждем мы вас. Юлия, 30 лет. Увлекается ландшафтным дизайном, катается на велосипеде, посещает бассейн. Из-за вздорного поведения бывшего мужа Юлии пришлось оправдываться перед органами опеки. Надеется, что у Тимофея мягкий характер. Здравствуйте. Как похож на вас, Марат. Счастливым будет. Да? Прямо абсолютная копия. Вот уж счастливый будет, представляете, как хорошо играет. Ну и такой мальчик развитой, конечно, много о маме говорит. Он такой смышленый у вас, Юлия. А что с папой сегодня сложилось? Ну, я думаю, что это такая была юная любовь. Мне 18-19, ему 20-21. Все тогда выходили замуж. Одноклассницы, однокурсницы. И тоже хотелось. Поэтому рано вышла замуж. Как быстро превратился в тирана-ревнивцы? Я считаю, что очень быстро, потому что, когда встречаешься с человеком, он абсолютно один. А когда начинаешь с ним уже жить семейной жизнью... А в чем тиране его заключалось, кроме того, что он запрещал вам даже краситься? Не то, что даже краситься. Это и краситься, например. И как-то... А вы красились куда? Например, я выхожу гулять с ребенком. И хочу... А зачем вам покраситься? Подкрасить ресницы. Потому что уважает себя. Конечно. Почему бы не выглядеть хорошо? Конечно. Почему зубы чистят, лечат? Почему бы сделать стрижки и закрашивать седину? По той же причине? Если я мама, это не говорит о том, что я должна потерять свое лицо. А вы дома тоже накрашенное ходите? Конечно, нет. И крашусь я достаточно скромно. Люди смотрят, называется. Что люди скажут? Правильно делали. Юлечка, это не обсуждается. Руки не распускал? Вы пивали? Ну, бывало. Были сомнительные друзья, но я не позволяла распускать руки. Я просто не допустила этого. У вас у ребенка татарское имя. Он татарин? Да, татарин. По вам или по мужу? По мужу. По мужу. Да, у нас даже такая... Вот тебе и пожалуйста. Я прям вот нутром с вами чувствовала, что это нам нельзя. А что ж ты для других мужчин? Красишься, а дом не накрашенный ходишь. Ходил к дому накрашенный, глядишь бы и не было бы. Девушка должна быть ухоженная, иначе потом мужчины становятся в другую сторону смотреть, начинают. Вы москвичка? Я из Ульяновска, но уже 7 лет я живу в Москве. Вы не поедете, да, в Новосибирск? Я была в Новосибирске, прекрасный город. Прекрасный, я там часто бываю. Но есть такая возможность? Да есть возможность в Новосибирск поехать, можно и здесь вместе жить. А две девочки вот не смущает, что прям многодетные мамы сразу станет. Скажите, льгот хорошая. Я об этом не думаю. Надо думать. Мы даже детские не получаем. Как это? Юля, я вам верю, вы мне нравитесь, я вам верю, у вас хороший характер. Сюрприз готов? Да, сюрприз готов. Марат хочет прочитать стих. Марат, мы ждем от вас стихотворения. Девчонки, а вы идите сюда. Девчонки, а вы спуститесь и будете смотреть на Марата. Александр Сергеевич Пушкин, зимний вечер. Буря мглою, небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. То, по кровле обветшала, вдруг соломой зашумит. То, как путник запоздал, и к нам в окошко постучит. Наша ветхая лачушка и печальна, и темна. Что же ты, моя подружка, приутихла у окна? То ли буря завыванием, ты, мой друг, утомлена. Или дремлешь под жужжание своего веретена. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселее. Спасибо, мой дорогой. Спасибо. Идите на сцену, продолжайте играть. Спасибо. А вы проходите в комнату. Вторая комната, они будут вообще идеальны. Вот это идеальная пара. Во-первых, у нее мальчик. А двум девочкам нужен мальчик. Он будет как-то их защищать и оберегать. Что сегодня заставляет чаще биться ваше сердце? Знакомство с детьми или с их мамами? Больше, скорее всего, с детьми. С детьми, да? Ну, вы уже соберите как-то свою волю в кучку, потому что еще у нас есть ребенок, еще одной невесты. Аленочка, ждем тебя. Привет, Ален. Ой, тоже с подарками к нам пришла. Ну, дари. Это вам, Василиса. Я сама расписывала игрушки. Ой, как приятно. Спасибо. Такая очаровательная Алена. Мой Марат в нее просто влюбился. Аленочка, ты красивая. И наряды тебе шикарные. А расскажи, пожалуйста, о своей маме вот так, чтобы у нас сложилось впечатление, что мы ее знаем сто лет. У нее короткие волосы. Она темные волосы. У нее очень хороший взгляд, теплый. Ее улыбка наполняет дом теплом. Ух ты. Так рассказывай, что прям точно дядя Тимофей выберет ее. Молодец, Аленушка. Точно описала маму. А строгая? Да, очень добрая мама. Очень добрая. Она на меня сердится иногда. За что? Ну, в основном за что? Ну, если я проказничаю иногда. А я знаю, что ты аллергичная, да? Да. А на что у тебя аллергия? На моего кота дома. А как же вы держите кота, если у тебя аллергия? Ну, мне бабушка говорит, ему сильно не лезть. Ты про аллергию зачем-то рассказала? А сколько лет коту? Ему по-кошачьему 18, а по-человеческому все с чем-то. То есть я правильно поняла на этот, Ален? Значит, кот-то был еще до твоего рождения. Да. С котом они дружат, могут в обнимку лежать друг к другу. А какой должен быть твой новый папа? Добрым, чтобы он помогал маме. В чем? Ну, я вам расскажу одну историю. Вот когда-то мама шла-шла-шла с работы, и она упала. На льду поскользнулась, ее сумка разлетела к машине, палка упала, и ей никто не... А мама шла с палочкой? Зачем она про эту палочку рассказала? Ей никто не помогал. И потом пришел дяденька, и ей помог, он ей дал сумку, помог подняться, и она пошла дальше домой. Я за нее очень сильно переживала. Ей нужен папа, чтобы он ее поддерживал и поймал, когда надо. А где твой родной папа? А я его не видела, я его знаю только по фотографиям. А дядя Тимофея нравится? Да. Аленушка, а можешь поговорить вот с дядей Тимофеем? Потому что какие вопросы есть? Вы будете с нами готовить на праздничное печеньки? Да, с удовольствием. Я люблю печь печенье. Мы очень любим готовить с мамой. Вместе печеньки у нас есть всякие формочки. И иногда мы со своими двоюродными сестрами делаем разные формы сами. Аленочка, а ты папу когда видела в последний раз своего родного? С два года. И больше не видела? Да. И не звонит папа? Нет, он звонит, но он, когда он мне позвонил, он сказал, что пришлет денег, чтобы я выбрала подарок, когда у меня был день рождения. Он ничего не прислал до сих пор. Подарок не дарит, он не дарит, ни алиментов не платит. Аленушка, а ты знаешь, что Марат... Я знаю, он в меня влюбился. Присажите. Ну вы очень похожи. Садись он рядом. Вы похожи очень. Поженили. Вроде программа для взрослых. Мы вам можем вальс танцевать. Да? Как-то быстро вы прямо, это и уже вальс. Ну вальс танцуем. Давай, сейчас заворачивайся. Угу. Заворачивайся. Угу. Она балетом занимается у меня. Хорошо танцует. Проходите ко мне. Кристинка смотрит на вас и смеется, да? Да, совсем не умеет. Ну зато любит, послушай. Это неплохо. Марат, а чем тебе так понравилось, Алена? Ну красивая. А тебе чем? Мне то, что он тоже красивый очень. Ой, как я за вас рада. Послушайте, давайте так, мы сейчас позовем Алену твою маму, маму Анастасию, а вы пока вот прямо все в пятером идите на сцену. Кристиночка, а ты чего расстроилась? Расстроилась? Ей не понравилось, как Марат танцевал с Аленой. Она за высокое искусство. Анастасия, 36 лет. Руководитель отдела продаж в крупной компании. Предупреждает, что много времени посвящает ребенку. Анастасия сбежала от свекрови в надежде, что муж кинется за ней следом, но интуиция ее подвела. Надеется, что с Тимофеем ей будет спокойно. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расстроила ваша дочка, конечно. И рассказала про вот беду, как вы упали, и что у вас с ногой. Ну, была авария и последствия, как бы, операции, аварии. То есть у вас хромота, да, осталась? Ну, есть, да. То есть это неврожденное, приобретенное? Это приобретенное, да. Да, и проблема, что у дочки аллергия. Да. А что же вы кошку-то, правда, держите, если ребенок аллергичный? Ну, пока она у нас, как бы, тоже член семьи. Не выкинешь ее на улицу. Нет, не выкинешь, но здоровье ребенка важнее. Я в этом абсолютно уверена. Кошку можно было куда-нибудь убрать, чтобы ребенок не страдал. Расскажите, а почему вы расстались с ее отцом? Мы были совсем разные, наверное. Вас не приняла свекровь? У нас просто был последний скандал, ну, не скандал, а именно размолвка с ней. Вот вы получили детские деньги. Да. И решили себе купить сапоги. Да. А свекровь что? Свекровь мне сказала, надо и мужу купить. На детские деньги? Не на детские, это декретные деньги. Это мои декретные деньги. Она сказала, что нужно и мужу купить сапоги. Но дело в том, что, как бы, он зарабатывал, но он их не приносил. Он тратил на улице. А вы что сказали своей свекрови? Я сказала, когда он принесет, тогда... Я поднесу. Правильно. Со своей зарплаты пусть купите сапоги. На что мне был ответ, что у вас нету теперь я и ты, у вас общий бюджет, и вы должны, как бы, обязательно... А вы бы сказали, есть общественное, есть личное. Свекровь не имеет права решать, кто будет распоряжаться деньгами в семье. Мы, знаешь, что, Лариса, забыли? У нас Аленка не написала письмо-то. Алена, Алена, быстро подойди ко мне. Письмо-то, дедушке Морозу. Мы закрутили. Иди на ушко мне, говори, что ты хочешь. И что? Прямо надо, чтобы она была настоящая-настоящая? Да. И чтобы она что умела делать? Она умеет плакать, письить и пить. Плакать, письить и пить. Давай. К ним и даже подгузники бывают, к таким куклам, представляешь? Да, я знаю. Алена, Алена, а ты же должна сюрприз еще показать нам. Видно то, что ребенком занимаются, причем занимаются постоянно. Зимняя сказка, вечерний порой, Нашу мечту возродила с тобой. Пусть уплывут и умчатся года, Сказочный мир остается всегда. Зимняя сказка, зимняя сказка, Ёлка огнями блестит. Зимняя сказка, зимняя сказка, Вновь к нам в окно постучит. Так, а квадрат развернутый был или нет? Нет, нет. Где развернутый квадрат? Зимняя сказка, зимняя сказка, Ёлка огнями блестит. Зимняя сказка, зимняя сказка, Вновь к нам в окно постучит. Спасибо вам, мои дорогие. Проходите. А вы идите, идите на сцену. Просто до мурашек. Я в теме. Я росла без отца. И я мечтала. И я фантазировала. И я завидовала всем своим подружкам. Нет, у меня отец жив, мой родной. Все, все в порядке. Вот вы пришли сегодня с девочками. Что они там вам могут посоветовать? Ничего. Потому что они любят маму Любу. Но вы имеете право на свое собственное счастье, на мужское. И найти свою женщину. А я в свою очередь хочу вам сказать, как это не жестоко. Без отца ребенок не сирота. Без отцовщина. А без матери ребенок сирота. Ни Кристина, ни Марат, ни Аленой. Не сироты. А ваши девочки сиротки. И это вы еще их делаете вот такими сиротками. Пожалуйста, у вас будет время. После программы поедете. Неважно, уйдете сегодня вы один. Или уйдете с новой женщиной. Слушайте, не слушайте. Просто разожмите немножко челюсть. Вот выпустите. Не знаю, что должно произойти. Ради счастья девочек. Очень понравился жених. Очень добрый. Мне кажется, вот Юлия, она готовая жена. Вот почему-то мне так кажется. Юлия вторая, мама Марата. Я тоже за Юлию. Вот я даже не знаю, почему. А я знаешь, почему? Но она была мягче всех. Она была со всех спокойнее, приветливой, милее. Ну, здесь, скорее всего, мужчин сам скажет, с кем ему, как говорится. Нет, я просто... А я объясню, почему я за Юлю. Потому что это тоже немаловажный факт. Потому что у Юли сын. И сын, а я вдова. Я знаю, что такого с детем, особенно с сыном. Что тянется надо и пример, а вы хороший. И пример хороший подадите. Я думаю, что я ему понравилась. Я видела, как он смотрел на меня. У него блестели глаза. Он смотрел с интересом. Мне понравились все три. Но я понимаю, что вам нужна женщина, при которой вы сможете свое мнение высказывать, но та, которая сможете его терпеть. Это точно не первая. Наша героиня не Оксана. Юлия будет выслушивать, но она женщина с характером. И у нее запас терпения не так велик, как это нужно с мужчиной вашего склада. Я за Анастасию. В ней есть зрелость. В ней есть нужная хватка. Я думаю, что она сделала правильные выводы из той ситуации, которая у нее произошла с мужем. Но она нацелена именно на сохранение отношений. Жених восхитительный. Жених понравился. Мы вас поддержим в любом случае. Проходите. Я предлагаю всем выйти и поддержать Тимофея. Верю, верю, успел. Очень торопился. Здравствуйте, дорогие друзья. Какая у вас красота. Здравствуйте, дорогие взрослые. Здравствуйте, дедушка. Здравствуйте, мои любимые детишки. Ну что, подбегайте скорее к дедушке. Ой, как я сейчас заплачу. А вы думали, просто так писали письма? Здравствуйте, дорогие мои. Ну, расскажите, пожалуйста, как вы этот год провели? Очень хорошо. Хорошо? Не озорничали? Нет. А взрослых слушали? Да. А кашу кушали? Да. Ой, какие ребят хорошие у меня. Я вам подарки принес, сейчас будем получать. Хорошо? Ну что, идите, мои дорогие, сюда. А ты подержи, пожалуйста, дедушкин посох. Хорошо. А этот подарок у нас для Кристиночки. Держи, моя дорогая. Ой, как повезло. А этот подарок у дедушки для Аленочки. А это для Анечки. Анютка, держи, моя хорошая. Ну, вообще. Это у нас настики, дедушка Марова. Помогай, дедушки, помогай. Держи мешочек. Дорогие друзья, а для Марата-то я неужели подарок забыл? А ну-ка, помощники, помогайте, пожалуйста. Ну что, ребяточки мои дорогие, угодил вам дедушка, порадовался? Да. Марат, забирай велосипед, забирай. Пожалуйста, пожалуйста, ко мне. Идите сюда, дорогие мои. Пойдемте. Девочки хорошие мои, идите сюда. Ну просто до слез. Вот такая у нас сегодня чудная... Вот такая у нас сегодня чудная пара. Анастасия и Тимофея. Когда в доме очень вкусные конфеты от кондитерской фабрики «Славянка», весь дом наполняется радостью и весельем. «Славянка», родной, любимая, вкусная. Если вы одинокие или вам понравится кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Счастливо за вас. Все, детки, с наступающим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова